Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Елена Керн. Смотрите выпуски. Штрафы за нарушения в Удмуртии из-за угрозы африканской чумы начались проверки личных подсобных хозяйств. Погода вносит изменения в праздничную программу. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют до минус 39. Настоящие мужчины на сцене и в зале республика поздравила защитников Отечества. Их имена незабытые поисковики разыскивают родственников героев войны. Сегодня в республике выдали первые сертификаты на получение регионального материнского капитала. Как назвали в Удмуртию, новую меру поддержки семей, где в этом году появится третий или последующий ребенок. Кто получил сертификат в числе первых и как им распорядиться у многодетных родителей, узнали наши журналисты. Валерии и Карине нет еще и месяца. Обе девочки родились в январе. Это третьи дети в семьях Довлетшиных и Агафоновых. В правительство их вместе с родителями пригласили по важному поводу. За свое рождение их мамы и папы сегодня получают из рук председателя регионального правительства Ярослава Семенова сертификаты регионального материнского капитала. Инициативу главы республики о выплате многодетным семьям за третьего и последующих детей 2021 года рождения госсовет Удмуртии поддержал в конце прошлого года. Деньги выделяются республикой на улучшение жилищных условий многодетных семей по различным направлениям. Это и первоначальный взнос, это и приобретение жилья, это строительство, это присоединение сетей. Сумма регионального материнского капитала – 250 тысяч рублей. Кристина и Денис свой дом в поселке Игра построили еще в 2016 году. Рассказывают, все это время доводили его до ума. Только завершили ремонт. Он получился уютным, но главным неудобством остается отсутствие газа в доме. Многодетные родители теперь надеются решить этот вопрос за счет полученной региональной выплаты. Накопить с тремя детками – это нереально, чтобы они ни в чем не нуждались. Ежемесячно их кормить, и кружки, и все нужно одевать. А чтобы что-то там откладывать, уже не получается. Тем более молодые, все хочется, все нужно. Марсель и Юлия Давлетшина с двумя дочерьми жили в двухкомнатной квартире. Теперь, когда появилась еще одна дочь, вопрос о расширении стал острее. Полученный сертификат поможет им закрыть первоначальный взнос за новую трехкомнатную квартиру. Мы этот год сможем не выплачивать проценты по ипотеке, а что-то купить детям, съездить отдохнуть, как-то потратить на себя. Кто выплачивал ипотеку, наверное, понимают, что это стоит. В центре жилищных инициатив обращают внимание многодетных семей на то, что обратиться к ним с заявлением на получение регионального маткапитала нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. По предварительным прогнозам получить выплаты смогут как минимум 300 семей. В бюджете предусмотрено 75 миллионов рублей. Если детей в 2021 году родится больше, то Центр жилищных инициатив будет просить о выделении дополнительных средств. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький, Новости. Как будут работать больницы и поликлиники в эти длинные праздничные выходные, рассказали сегодня в региональном Минздраве. Итак, 22 февраля медучреждения работают по графику субботы. Поликлиники будут проводить вакцинацию и диспансеризацию. В остальные праздничные дни медучреждения работают по графику выходного дня. Как и в воскресные дни, так и в праздничные дни, 23 числа и воскресенье, получается, 21-го, будет оказываться экстренно неотложная помощь по вызову скорой медицинской помощи. И, конечно, эта помощь будет оказываться либо в приемных отделениях, круглосуточных стационаров, либо при госпитализации. Такой же график работы медучреждений сохранится и в следующие длинные выходные праздничные дни в марте. Полицейские призывают жителей республики быть бдительными. Сегодня каждое четвертое преступление, например, в Ижевске, совершается мобильными мошенниками. Они представляются сотрудниками банка, иногда и полицейскими. Как сохранить свои сбережения, расскажет Наталья Байгозина. Валентина могла оказаться жертвой телефонных мошенников. Не получилось. Она также гуляла по двору у дома, когда ей позвонил неизвестный. Представился сотрудником полиции, попросил оказать помощь следствию. История такова. Деньги со счета пытались украсть. Необходимо срочно их снять и положить на другой счет. Таким образом, сотрудники полиции смогут вычислить, кто попытался украсть деньги со счета педагога. Товарищ, я что-то не понимаю. Не совсем прозрачно, то есть совсем не прозрачно. Вы в Москве, я в Ижевске. Откуда вы все это знаете? Насколько это правомерно? Я боюсь снимать свои деньги, потому что это мои деньги. Даже в пользу, чтобы дело наконец-то по горячим следам было раскрыто. Меня уверяют в том, что деньги, которые будут сняты с счета, не ваши. Это деньги, выделенные банком под эту операцию. После этих слов Валентина поняла, что звонят ей вовсе не полицейские, а мошенники. Продолжала поддерживать с ними телефонную беседу. Но все же решила пойти в офис банка, проверить свои данные. Между делом пока шло все это прибирательство. Мы с подругой дошли до банка. Я попросила мне выдать расчетку по моим операциям. Мне ее выдали, я посмотрела. Я говорю, чего-то мне кажется, что маловато. Она сама посмотрела, нет, все в порядке. В полиции действия ижевчанки оценили, как в школе на отлично. Говорят, что поступать надо именно так. Так, после звонка незнакомцев остановить разговор, перезвонить на горячую линию или обратиться в ближайшее отделение своего банка. Это лучший способ сохранить свои сбережения. Сотрудник полиции никогда не сделает предложение гражданину снять денежные средства, перевезти куда-то. Это невозможно. Фигуранты этих уголовных дел, они находятся не в Удмуртии. Могут находиться, причем более того, и не в России. И все это совершается путем подставных телефонных номеров, используются интернет-ресурсы. Выйти на колл-центры мошенников полицейским удается. В этом им помогают коллеги из других регионов страны. Хищение денег со счетов граждан на сегодня остается одним из самых распространенных правонарушений. В Ижевске это каждое четвертое зарегистрированное преступление. Наталья Байгозина, Юрий Дроздов, Новости. Восьми районах Удмуртии продолжают действовать строгие ограничительные меры в связи с угрозой проникновения вируса африканской чумы свиней. Заболевание для человека не опасное, но способное нанести огромный экономический ущерб. Несколько очагов зарегистрировано в соседнем Татарстане. Поэтому под контролем не только крупные комплексы, но и личные подсобные хозяйства. В рейд сотрудниками Россельхознадзора отправились наши корреспонденты. Приятная утренняя прогулка этих симпатичных домашних кабанчиков в одном из личных подсобных хозяйств Малопругинского района потревожена визитом человека в форме. Инспектор Россельхознадзора настроен решительно. Сейчас здесь находятся 34 головы свиней. Сейчас проведем осмотры, как они содержатся, в каких помещениях. И сразу же первая серьезная претензия к фермеру. Его кабанчики до сих пор гуляют в вольере под открытым небом, который граничит с лесом. Между тем, недавний приказ Минсельхоза России это запрещает. Домашние свиньи и кабаны должны теперь содержаться исключительно в помещениях под крышей. На данный момент гражданин содержит не по закону. Были внесены вот такие поправки, чтобы граждане содержали свиней в помещениях закрытого типа. Именно чтобы свиньи не контактировали с другими животными, также птицами, чтобы не допустить заражения свиней африканской чумой. Фермеру выписан штраф, скорее символически 500 рублей. Но если в ближайшее время он не оборудует для питомцев закрытый вольер, материалы на него будут переданы в суд. Контроль отныне тотальный. Сотрудники Россельхознадзора проводят сейчас рейды по всем личным подсобным хозяйствам Удмуртии. Более 30 граждан проверено, выявлено нарушение, накладываются административные штрафы, выдаются требования. В отношении двух граждан поданы иски в суды. Борьба с недопущением проникновения африканской чумы свиней в Удмуртию идет серьезная. Очаг инфекции в соседнем Татарстане. В восьми районах нашей республики уже почти два месяца действует режим повышенной готовности. Сотрудники ДПС, Россельхознадзора и ветеринары на трассе М7 Елабуга-Перм ежедневно досматривают автомобили, перевозящие животноводческую продукцию, на наличие ветеринарных сопроводительных документов. И также принято решение в лесах Удмуртии начать активный отстрел диких кабанов. Главные помощники в этом – охотники. Выданы лицензии, и максимальный отстрел, он сейчас в настоящий момент проводится. Мы должны довести плотность дикого кабана на территории Удмуртии до 1 апреля текущего года, до 0,25 особей на тысячу гам. 4 тысячи 7 поголовья, лицензии выдано на 2 тысячи 750. На сегодняшний день отстреляно у нас порядком, ну, тысяча с чем-то, 1400 может быть. То есть мы максимально должны поголовье отстрелять, чтобы довести уровень до, допустим, 0,25. То есть это обеспечит нам, ну, как бы защита будет, что ли, чтобы с дикой фауной к нам на территорию республики Африканская чумарственная не занеслась. В региональном Россельхознадзоре сегодня подчеркнули, все ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока ситуация по африканской чуме свиней не стабилизируется. Дмитрий Вороновнин, Василий Харьков, новости. До минус 39 может похолодать в республике в ночь на 23 февраля. Такой прогноз дает Удмуртский гидрометеоцентр. В регионе сохраняется аномально холодная погода. В связи с этим в выходные решено отменить сразу ряд мероприятий. В Глазовском районе на начало марта перенесли неисторический эксперимент огни Донды Дора. В Каракулинском фестиваль чемпион зимней рыбалки. Что касается зимних сельских игр, они начнутся по плану 24 февраля. Организаторы объяснили, большая часть соревнований проходит в помещениях на открытом воздухе. Только лыжный спорт. Пока по предварительным прогнозам дневные температуры позволяют это сделать. Температура практически на 8-10 градусов колебания между утром и днем. То есть это динамика положительная. Поэтому ни о какой отмене разговора быть так же, как и о сокращении дистанции пока не стоит. Потому что температура при ниже 20 градусов, там да, там тогда возможен вариант отмены. Но пока мы такой температуры, например, конкретно я как главный судья не вижу. Организаторы отметили, в случае резкого похолодания расписание лыжных соревнований скорректируют. Это касается и семейных заездов. Пока их планируют провести с участием детей. Сегодня Республика поздравила защитников Отечества. На большой праздничный концерт в Театре оперы и балета собрались те, кто выбрал делом своей жизни защищать Родину. Елена Абуховская продолжит. В фойе Театра оперы и балета только люди в погонах. Подполковник Рашининников вспоминает, раньше День защитника отмечали исключительно военные. Всегда праздновал его в кругу друзей. Красный день календаря для военных был. Сейчас этот праздник сделали для всех. А вам это не видно, кстати, то, что все ваш праздник празднуют? Наоборот, это в радость, потому что все ощущают и понимают, самое главное, что такое День защитника Отечества. И кто есть они такие. Люди в погонах. Вы служили в армии. Как в армии празднуют 23 февраля? Концерт. Так же, как сегодня концерт. Посылки все открывают? Да, да. Приходят посылки, поздравляют начальство. То есть праздник ощущается там? Да, конечно. Все привыкли, что этот праздник исключительно мужской. И в этом зале в основном, конечно, мужчины. Но есть и женщины, их единицы. И они тоже защищали и продолжают защищать Отечество. 23 февраля для Людмилы Гломаевой-Моховой праздник очень трогательный. Она участник афганской войны, спасала раненых бойцов. Два года, все время на передовой. С поля боя раненые именно доставлялись к нам. А потом мы уже эвакуировали в госпиталь. Потом приехала уже с Афганистана, усыновила двух пацанов. Еще родила третьего. И у меня вот три сына. Старший у меня Мурбех, второй у меня Космические войска, а третий – Десантура. Рядовые, сержанты, офицеры сегодня не только в зрительном зале, но и на сцене. Артисты праздничной программы «О чем поют солдаты» тоже прошли срочную службу в рядах вооруженных сил. А потому, о чем поет душа солдата, знают не понаслышке. От имени главы Удмуртии, военных, сотрудников юстиции, Росгвардии поздравил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов. История России полна примеров героизма, мужества, готовности защищать родную землю даже ценой собственной жизни. Наша республика внесла и продолжает носить большой вклад в развитие обороноспособности страны, обеспечение ее безопасности. Мы гордимся подвигами отцов и дедов, чтим память тех, кто погиб на полях сражений и честуем тех, кто выбрал делом в своей жизни защиту Отечества. Для тех, кто выбрал профессию родину защищать, в этом году впервые в Удмуртии организуют сразу два праздничных концерта, чтобы избежать массовости. А сотрудников различных силовых ведомств, которые отличились своим упорством и героизмом, наградят. Елена Абуховская, Илья Дериндяев. Новости. Поисковики Удмуртии разыскивают родственников солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Осипова Михаила Дмитриевича, уроженца Граховского района, он погиб в декабре 1941 года под Москвой. И Дзюйна Семена Николаевича. Его останки были найдены на территории Орловской области. Более подробная информация на странице отряда «Долг» в соцсетях. Поисками погибших красноармейцев отряд занимается уже больше 30 лет. Несколько экспедиций запланированы и на этот год. Весной, значит, это у нас с апреля, с 25 апреля по 13 мая, это Ленинградская область. На местах боев 54-й армии Волховского фронта мы уже там не первый год работаем. Там действительно очень много еще не поднятых и не захороненных. Их захоронены прямо, которые лежат на поверхности. Вот, на сегодняшний день у нас там два человека вот сейчас не поднятые. Мы осенью делали там разведку. Частично, значит, тех, кого могли поднять, подняли. Вот, затем у нас будет быстрее всего. Мы пока думаем про Краснодарский край. В прошлом году из-за пандемии поисковики смогли выехать в экспедицию только один раз в Ленинградскую область. Им удалось поднять останки 14 бойцов. Сейчас поисковики занимаются розыском их родственников. И это все новости на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова